Поехали друзья, надеюсь еще есть о чем поговорить, Олег и Жерц, добрый день, брат Жерцов, здравствуй, Ромалдин, привет, спасибо за это, мне когда из 60 с чем-то выросли, 50 с чем-то, не, ну понятно, Ромалдин уже, это же не новичок, что особенно, ну подумаешь, там 90% выросло, да, Так, Колесников, добрый день, Ирина, добрый день, Семен Алтай, добрый вечер, соратники, да, мы соратники, у нас мало, Светлана Каланакова, фамилия знакомая, что-то у меня покупали, Так, ну Лабаса на месте, как всегда, Арсен Кострома, теперь он навсегда наш, вот, учителя здоровья, не дождетесь, так, Вера, Юрина Ноха, приветствую, Наталья, я внимательно слушаю, учусь, погода делать искусственно, именно, чтобы вот это и случилось, Так, дело в том, что, я когда смотрю ночной, иногда показываю, ну редко, ну допустим, летит самолет, ночью летит, вот, и показывает среднюю полосу России, хотя у нас еще не так, а Западная Европа, да, вот, что мы видим, все поля, Украину я помню, ну еще ту Украину, я не про политику, Просто я раньше летал, я видел, вся Украина расчерчена на квадраты, и треугольники, вот, очень мало леса, почти нет, а ведь когда-то это, ну вы знаете, когда читаешь про времена Александра Невского, или еще больше, вот, пройти было невозможно, С одного государства, там, Месячкового, другое, ждали, пока станет река, и по льду ходили, потому что невозможно пройти, все сплошный лес, что изменилось, сейчас летишь, И видишь, что леса нет, поняли, к чему я клоню, да, это что касается леса, видишь, особенно Западная Европа, ночь, Такое впечатление, что нету живого места, без огни, 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 вот, вообще нету живого места, я еще думал, ученик с нами в Союзах, кстати, со своими ракетами, Это там, куда-куда нету, обязательно к человеку попадет, вот, ну и опять в политику, так вот, значит, может ли не влиять на погоду, вот, центр города, да, за городом минус 44, здесь минус 30, вот, А потом вот эти места, где вот эти, плюс, минус 30, места, места минус 50, а их все больше и больше, почему, все больше, это, солярка горит, мазут горит, уголь горит, все это, а оно не просто горит, это же калории, это степло, Каждый дом становится печкой, каждый дом, пятиэтажный, десятиэтажный, небоскреб, печки, 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 все это печки, и тогда Они влияют конкретно на жизнь миллионов людей, это те, которые в мегаполисах живут, но в мегаполисах все больше, и все больше, и все это, и потом оказывается, я когда смотрю, на высоте 10 километров кончается цивилизация, 10 километров вверх, а дальше космос, все, ну, представьте себе, что на высоте 10 километров минус 50, Там жить можно, на высоте 10 километров, ну, допустим, построили какие-нибудь там специальные высотные аэростаты, комфортные, вот, очень комфортные, там, может быть, даже с банями, с этими, ну, есть такие, эти фантастические фильмы, они летают по небу, плюют на те, кто на земле, это небожители, это особый клан, Это особый, это самые богатые люди, и красота, вот, но дело в том, что он не может выйти из своего этого здания, там минус 50, и получается, что вот этот участок, от нуля до минус 50, он такой маленький-маленький, это тоненькая пленочка между нами и космосом, тоненькая-тоненькая, она настолько тоненькая, что любое, все, что мы делаем сейчас, Уже говорят, коровы, пукают, да, навоз выделяет тепло, да, во время гниения выделяется тепло, ну, вспомните, мы делаем эти грядки-то навозные, ну, чтобы огурцы вырастить, оно само себе греет, загорается навоз, и оказывается, это тоже влияет, ведь, кто-то же высчитал, что это несколько градусов добавляется, И вот уже целое государство живут при температуре плюс 40, плюс 45, а потом в этом государстве ничего не вырастет, миллионная толпа народу, вроде кинутся куда? Правильно, туда, где попрохладнее, а что-то сделать так, чтобы ограничить рождаемость, вот, обратно насадить леса, вы поняли, к чему я клоню? Их можно насадить за один год, потому что я могу показать, где на каждом квадратном месте растет 10-20 саженцев, на квадратном метре, бери, рассаживай, и никто этого не делает. Если у нас есть пустыри, так они сами, они есть пустыри, если там 500 лет назад или 100 лет назад вывели лес, так его и нету, вот, поняли, к чему говорю, а вы написали так, Наталья, погода идет искусственно, чтобы это случилось. Да, искусственно, лес вырубить. Каждое дерево – это насос. Каждое дерево – насос. Оно предназначено для круговоротов в природе, мы это проходили. Но мы почему-то считаем, что берет это самое, высыхает, над этим появляется над океаном циклончик, вот, туда собирается влага, потом он, так как земля-то, она вращается, и он, естественно, циклончик двигаться. Он может быть стоять непрерывно, а этот взял, провернулся, эта земля-то, а он стоял себе и стоит. Но он уже напитался влагой, и теперь влага должна вылиться из него. Все учили, кроме одного. Как случилось, что… Это мои личные наблюдения, мои недоумения страшные, жуткие, Наталья. Невероятно. Как случилось, что из этого круговорота природы в школе проходили, исключили дерево, которое является насосом, которое как раз и миллионы лет регулировало вот это самое. Лишнюю влагу извлекало, раскрывало поры на листьях, и все это уходило в небо. Проливалось в другом месте. Благодатный дождь. Какой хрен благодатный дождь, миллионы гектаров все это превратили в это самое, пустыню? Об этом знает президент? Он может этого не знать, но по-другому, он не то кончал, не то это. Умнейший мужик, но он не может знать все, не может. А? Кто ему подскажет это? Да мы можем, 22 миллиона человек, то есть два этих самых, 22 миллиона нужно дерево посадить в памяти о погибших. Потом из них 20 миллионов все равно погибнет. Потом садить не умеет, ничего не умеет. А сделать так, чтобы команда была мэром всем этим, что хотите делайте. Приказ именно тоталитарному государству. Плевать хотели, где вы возьмете бензин, где вы возьмете технику. Дал команду и все. Ни одного пустыря. Все засадить. Садить не через два метра, а через метр, 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 метр. Мердерять их в метр. Сейчас все равно сдохнет. Засадить все, 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 все. Обратно вернуть все эти растения на землю. И тогда не будет этого. Отчего это? Не было там, где некуда, по-другому, нет деревьев, для того, чтобы взять, высосать влагу из почвы. Деревьев нет, они срублены, спилены. Вода осталась в почве. Идут дожди и сразу пошли поверху. Переполнились речки. Вместо города сплошная река. Тонут люди, плавают эти самые автомобили. Разрушается все. Только потому, что нет деревьев, которые бы высосали влагу раньше. И когда проливные дожди, она вся уйдет, как губка в почву. И не будет никакого наводнения. Этого-то можно объяснить-то им всем? За 100, за 200 лет уничтожить весь лес. Идем дальше. Может быть, я и зря все это. Может быть, именно такой тон, именно вот это моя боль. Это мне за все обидно. Может, кому-то неприятно это все слушать. Так, здравствуйте, пишет Владимир. Елена Уржумова, добрый день. Владимир, добрый день. Проживаю в Мордовии. Заканчиваю эпопею с абрикосами. Заканчиваю. Потому, что с 16-го года ни одного абрикоса не попробовал. Климат видео не подходясь. Я вот, кстати, говорю, вы не писали себе, меня железо, что я попал на Льдовию. И не вырастил абрикос. Вы что, смеете, что ли? У меня особый путь. У меня только первые полторы тысячи косточек дал Моджорец, который потом стал патриархом. Вот. Я эти полторы тысячи высадил без всяких этих. Без ничего. Тут никаких хитростей, никаких всех этих. Я посадил его осенью. Весной у меня росло и за год выросло. И с полторы тысячи пятьсот сто восемь зерев. А потом они пошли по стране. И у нас тоже не везде растут. Я хожу по майне, да, в поселок. У нас было два центра абрикосоводства. И там росли выдающиеся доводы. Выдающиеся, я никогда на себя не беру лишнего. Вот. Это червушки и майна. И вот уже авторитет. Я уже авторитет, я печатаюсь. У-у-у. И вот этот авторитет, значит, получается. Звонки были ганские тогда. Много. День до десяти, до двадцати. И печатали меня. А люди тогда и правда интересовались. И вот несколько звонков с майна. А у нас ничего не растет. Я приезжаю, заглядываю в колодец. Майна, думаю. Господи, там абрикосы столько. Вы знаете, был момент. Это пусть было один год всего. Когда и абрикосов много. И когда еще не успели их уничтожить своими руками. Улучшая. Было такое? И вот я ей сверху майну. Видно? Она вся как на лицо. Осень. Оранжевого цвета. Столько было абрикосов. Это потом их уничтожили сами. Сами. Это потом. Спасибо представительных отец. Спасибо всем остальным. Этим самым. Научили. То есть научили, мать моя. Ну, короче, просто научили. Вот. Я хожу. Заглянул в колодец. Два метра до воды. Как? Чего? А откажется майна-то она. Если смотреть с дороги, с шоссе, да. Левый край благополучный. Там даже это вот. Грестовские на обрыве. Значит, этот самый. С кем я близко знакомил. С кем я знакомился. Потом этот. Бородич на обрыве. На обрыве. То есть до воды. А потом левый. Проверь, 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 проверь. И едешь выше туда. Навстречу реке. То есть. Против течения. Едешь. Едешь. А там ниже, ниже, ниже. Мать честная. До воды два метра. И нихрена абрикосы не растут. Вот и вся причина. Вот так я постепенно это. А потом я думаю. Ну, господи. Ну, не растут два метра. И я думаю. Ну, что делать-то? Я знаю, что этих. Ну, дал бог такое. Ну, вечером засыпаю. Утром знаю причину. Иногда кажется, что это не я. Это оттуда все. Все эти информации приходят. Особые мозги. И тогда... Ну, хорошо. Давай попробуем на сливу. Попробую. Прекрасный. Урожай. Ну, правда, гибель чаще. Жизнь короче. Ну, я как раз из тех, кто скажу. Хорошо. Я возьму себе. И, допустим, у вас, к примеру, в Мордовии. Да? Вы руки опустили. Вот. Значит. Холм, понятно. Вы про холмы. Но холм это 20-30 сантиметров. Ну, самый большой, ну, полметра. Может, не спасет. А, допустим, я бы взял, посадил 20 слив венгерок. Я привил на них абрикосы. Я бы дождался урожая. Когда я прививал на эти самые, на... Не на венгерки, не на... Ну, просто на эти, на китайки, да? У меня есть фотографии. Я бы дождал плодоношения. Несколько лет умирает. Несколько лет умирает. Но мне бы несколько лет плодоношения уже бы хватило. И у меня бы уже подостали следующие 10. Умирают они из-за биологической несовместимости. Но уже вода ни при чем. Слива уже не боится 2 метра до воды. Я бы все равно был бы с абрикосами. Чуть посложнее, чуть возней побольше. Вот такой мой ответ. А я еще до конца ваш не дочитал. Сажал Владимир по всем правилам. Костиками на холмы. Пробовал на прививке. Все равно ничего нет. Ох, Владимир, я был бы вашим соседом. Мы бы с вами абрикосами торговали. И саженцами, и косточками, и плодами. Так. Знаете, у кого-то из вас, друзья, я рассказывал этот случай, получаю письмо, фотографии, все, прекрасные абрикосы. Вот. И меня, знаете, что возмутило? Человек вырастил прекрасный урожай. Четыре ведра понес на рынок. Это все из письма, это все честно, правда. Я ничего... Тут и выдумывать не надо. Жизнь, она даже более фантастична, чем выдумки. Вот. Я, говорит, продавать четыре ведра отборных абрикосов на рынке. Люди не верили. Я клялась, говорю, нет, это привозные. Это средиазия, это отравленные. А мне обидно было, что я свои вырастила я. А я, знаете, как еще отругал ее. Вот она вроде бы герой ее. Ну, понятно, я хотелось бы, может, дороже продать все-таки. Без неотравленные все-таки, железовские. Настоящие. Вот. Не вот эти, которые зелеными собирают, чтобы в дороге дозрели. Вот. Нет, я отругал. Четыре ведра там, сотни косточек. Вы же поняли, к чему. Надо было не то, что косточками торговать. Надо было ей вырастить саженцы. И вот с саженцами торговать. Так, все, идем дальше. Анциферова. СРД, можно в Барнауле, в Алтайский край выращивать. Спасибо. Ну, это вам кажется, или вы уже испытали. Ну, ладно, все равно приятно это ослушать от вас. Приятно. После того, ребята, сегодня расписались. Мы так не закончим. Никогда. Так, Владимир, продолжу. Единственный вариант остался только в сланцевой форме. Ой, только не обреку. Желание попробовать свою обреку. В сланцевой форме они сгниют. И сглютено. Терпеть не любятся этих самых. Снега. Нет, тут количеством надо брать. Вот, смотрите. Вот, я же не подговаривал Наталью написать. Жордели можно в Барнауле выращивать. Ну, и ситы жордели. Если не боится сырости. Может, она и ваших, это... Для вас как раз и создана. Так. А мне обидно. Я бы выращиваться в Санат. Ну, я без принципа. Я бы тысячу посадил. Я рассказывал, вот, полторы посадил. Получил 180. Зато это на всю жизнь мне потом пригодилось. Ну, вы же не станете у меня полторы тысячи костей по кубам. Да, еще не с предсказуемым результатом. Светлана Каланакова. У меня растут абрикосы от Валерии Косиноси. Я безмерно... О, дальше. Я безмерно благодарна судьбе, что я узнала в свое время о нем. Но второй год, к сожалению, дно абрикосов. О, это еще ничего. Возвратные заморозки убивают все цветочки. А я в чем? Но растут хорошо. Они болеют. Не подмерзают сами. Ой, как приятно. В этом году снова пришлось заказать косточки до саженцев. Своих, к сожалению, и нет. Так, Светлана, вы имеете в виду, до саженцев на продажу, да? Почему? Вы бы дождались вырожая. Вы бы получили свои косточки, вырастили плоды, вы вырастили саженцы и на продажу их пустили. Я понял так, что вы сейчас у меня закажете косточки для того, чтобы вырастили саженцы. Вот есть же нормальные люди. Я впервые в жизни говорю, так можно. Никакой халтуры. Вы выписали у меня несколько тысяч косточек. Вот, схожесть великолепная. Почти все отсчитались. Схожесть великолепная. Допустим, получили 800 или 900, сотню оставили себе, остальные на рынок. Деньги вернули, ну что бы не вернуть-то 15 рублей косточек. Вот, и схожесть хорошая. Можно сразу. А почему можно именно вам? Они где-то вы косточки, неизвестно, посадили, человек вырастил, все замерзло. А мои-то же не замерзают. И вот получается, что моими торговать можно. Точка. Так, Ирина, мы посадили в Олдской области. 70, прошло 5. Ну, 5 штук это тоже результат. То есть, в сад есть. Раз. Остальные 65, если вас мыши не съели, у вас есть враги, это мыши. У вас есть враги, это влажность. Они могли сгнить. А варикосовые косточки боятся сырости. То есть, возможно, не выдержан был именно режим влажности. Так, или на следующую весну остальные 65 зайдут. Пока так. Вот. А-а-а-а! А-а-а-а! Сратификацию не делали. Ну, это нормально. Ну, спасибо хоть правду сказали. А то я уже на себя начал принимать. На свою эту голову бедную. Ну, понятно, без сратификации. Ну, хоть 5. Вера, Нижний, Новгород. Валерий Косович, здравствуйте. Имеем 20 судок в СНТ. Вокруг смешанный лес. Нам сейчас, короче, много муравьев. Ой, полно муравейников. Муравьев равно столько, сколько у них есть еды. Мелкие черные муравьи. Вы говорите, что их нельзя трогать. Но! Они съели треть абрикосов косточек. А вот началось. Устроили пир на бесценных косточках. Да вы не первая. Вчера провела инспекцию. Пророщенные косточки съедены. Потом посадили... Ой, горечно смеяться. Посадили там же клубнику. Всё на что поспевают. Тоже моментально съедают с муравьями. Не успеваем пробовать. Всё равно не трогать муравьёв. Как-то возмущает такое поведение. Э, Вера! Вас в поведение. Это их должно возмущать. Вы что, полезли в муравьевное царство? Вы что, не знаете, чтобы существовать муравьевное царство? Подходить близко нельзя. И топтать нельзя, чтобы не раздавить. Ну, не повезло вам. Смешанный лес. Много муравьёв. Полно муравейников. Вы попали в свою... Не на их территорию. Не они на вашу. А вы на их. Вы что, теперь будете килограмм покупать муравьев, чтобы уничтожить муравейники? Я не знаю, что вы будете с ними делать. Вам просто не повезло. Смотрите, когда я говорю, что не трогать муравейники. Муравейники нельзя трогать в садах. Абрикосовые груши и всего в садах. То есть, уже там, где они имеются деревья. Вот там их нельзя трогать. Как правило, начинается осваивать участок. Как правило, он перед этим был перепахан. Это вся общероссийская тенденция. Спора перепахан. Муравейников практически нет. Вот. Вы садите деревья. Муравьи начинают параллельно развиваться. В том времени, когда они развились, наплодились себе подобных. Вот. У вас уже 2-3-4 года дерево. И они, уже муравьи, в лучшем случае, становятся симбионтами. То есть, помощниками. Вот. А там, где вы только косточки посадили, и там, где муравьи специально их ждут, это их жратва. Это их десерт. Вот. И они дальше вам делают. Как с ними бороться? Выживать миллионы муравьев? Теперь думайте сами. Никто же, заранее не покупая земли, никто же не думает, сколько там муравьев. Ой, надо садить сразу деревья. Придется вам сразу садить деревья. Найдите место, где муравьев нет или почти нет. Вырастите там. Вот. А потом пересаживайте уже саженцы одно на 2-летние. Это мой нормальный совет от души. Владислав, здравствуйте. Старший 3-летний абрикосы подмерзли до 40-40 сантиметров. Старший. Причем на этом уровне кора погибла на 4-5 сантиметров. Больше кора и ствол были бы живы. Были живы. Странно, должно быть, ниже. Так, 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 так. Мне непонятно. Если у самой земли, то это тогда, может быть, с апрела. А почему она выше жива? Должно быть наоборот. Скорее всего, из-за большого снегопада на майских праздниках проснувшиеся корни убили кору. Как корни могут убить кору на уровне снега? Аномально поздняя весна получилась в этом году. Ну, мы, в принципе, за дерево это все придумали. Вот. Я не знаю. Вот сейчас вот, читая ваше вот это письмо, мне совершенно ничего не понятно. Я, естественно, не могу вам никого совета дать. Вера, Нижний Новгород. Предполагаю, что такая агрессивность по райу справочивна тем, что вокруг нашего участка расположены полностью обработанные участки. А-а-а! Наверное, соседи травят так. Поэтому мы за всех одуваемся. Соседям не обязательно травить их. Соседям достаточно просто распахать участки. И все. Все теперь... Да, теперь вы это. Ваш участок теперь заповедник. Я вам сочувствую. Если бы соседи берегли муравьев, они бы к вам все не залезли. Но это хоть какая-то причина. Так, 30-40 сантиметров от уровня земли жива новая ветка почти в рост. Мы будем считать, что проблема решилась сама. Так, Вадим. А вот сколько еще писем? Так, Новосибирск. Добрый день. У меня тоже жуки и муравьи грызли сначала себя доли. А, любимое занятие. Проросших абрикосов. Жуки и муравьи, да. Но не всех. Примерно у половины. Правильно? Две корзины с яйцами. После того, как обработал отли, с приходом тепла, сразу же тля напала. Жуки и муравьи грызть перестали. То есть, не стало тли. А почему? Причем тут это? А сейчас уже не грызут и без обработки. Видимо, стало больше еды, денег. Ну, да, наверное. Пришла пора, всего хватает. Так, Конакова. На Ютубе есть видео телемост сброски в залезо. 35 часов. Да, это моя гордость. Вот. Бесценные, простые информации, доступные и понятные. Ну, это вам кажется только. Она бесценная. Об этом никто не знает. Даже то, что доступно, никто не знает. Люди годами учатся в университетах и не понимают элементарных вещей. Горькая правда, Светлана. Потратьте 35 часов времени, можете писать диссертацию. И сразу будет все понятно и про насекомых, и про болячки, растения. И всех, кто не смотрел, поверьте, ваше мировоззрение просто перевернется. Это все для нормальных людей. Это хорошо, когда Владимир Александрович, очень продвинутый этот научный руководитель, профессор Матвеева. Это ей просто повезло. А если бы на скал, не положено. Все это сказки. Так, Ирина. Ну, в общем, еще раз про эти 35 часов, телемосты. Горько говорить, они забыты. Просто забыты. Сейчас нет таких людей, которым это надо. Полностью произошла и смена поколений, и люди сейчас... Просто, я не говорю, они хуже Луся, они другие. Ирина, спасибо, посмотрю. Наталья, спасибо за информацию. Часовой, как победить чернорасный деревок. Вы видели, что мы остановились именно на этой фразе. Значит, будем говорить в следующий раз. И вы от меня узнаете с удивлением, что черный рак – это не болезнь. Это просто грипп, который живет свою долю. Вот. И виноват тот, кто довел это черного рака. Свинин, Архангельская область. Привет, Бухтияр. О, на месте. Казахстан, день и ночь дождей. Тоже ничего хорошего. Мельникова Юлия Сергеевна. Так, это моя племянница. Ну-ка, что она нам желает? Добра всем садоводам. Еще раз. Мельникова Юлия Сергеевна. У нее маленький-маленький питомник. Сегодня. А я вам не показал? Нет? Я сделал фотографию. А, это в фильме есть. Фильм. Сегодня я сделал фильм. А не выставил. Завтра выставлю. Там у нее два десятка зашло. На данный момент персиков. Вот. Придет осень, она их продаст. Нет, скромно, рублей по тысяче. Иначе нет смысла возиться. Вот. Мельникова их продаст. На данный момент их там полтора десятка. Не помню. Но, по крайней мере, я в фильме их показал. Они вот и курики. Боковые-то курики. Это из косточек. Значит, недорогие. Всего по тысяче. Так. Инна Дубровина. Добрый вечер, Олег Курицынович. Вопросы 40 косточек абрикосов. Дальше 16. Когда можно рассадить. Ну, если вы густо садили, тогда у вас два варианта. Осень или весна. Сейчас нельзя. Погибнуть могут. Осень или весна. Значит, абрикосы, которые мы пересаживали. Я в свое время Сергей. Вот он берет тысячу штуки. В конце сентября рассаживает. А весной все живы. Других людей не всегда так получается. Руками разводят. Осенью посадил. Весна мертвая. Видите как. Ну, тогда и вы тоже. Раз у вас нет такого квалификации, как у моего сына Сергея. Инна, подождите весны. И весной пересадите. Но как можно раньше. Иван, есть желание посадить абрикос, но близко к грудовой воде. Один метр двадцать сантиметров. Какой размер холма? Три метра. Смогли бы? Но это я шутя говорю. Три метра холмов таких искусственных не бывает. Тогда надоели на терн, на сливу, терносливу, алычу. Еще можно абрикос. И то он чаще гибнет, чаще отторжения. Но один-два метра абрикоса делать нечего. Я бы мог сказать, да, Иван, да, конечно. Лишь бы купили у меня косточки. Но я говорю корькую правду. Так, Вера. Валерий Костянович, хорошо взошли ваши косточки. Манитоба. О, расскажите про Манитоба. Вы знаете, я не могу сейчас рассказывать про Манитоба. Вот, потому что время вышло. Я уже последнее издыхание. Вот как я обычно провожу в параллели. Я беру фотографию. Посмотрели, полюбовались эту Манитобу. Она выходец из Канады. Вот. Но из косточки она уже не будет Манитобой. У меня есть, значит, определенный опыт. Это косточки на ней гибридные. Рядом огромный Манчжуриц. В общем, я вам покажу фотограф Манитоба. 50-60 грамм. Красивая. Ой. Но у вас, косточки, это же не вырастет. Считайте, что у вас вообще будет это. Черт, и что, и сбоку бантик. Поэтому я просто скажу. Тощи Манитобой не будет. А я имею право называть Манитобой, потому что косточки с деревом, они туба. А что вырастет, неизвестно. Это гибриды. Так. Прочерный рак. Меньше речь и деревья. Ну, хорошо, я скажу, но буквально пару минут. Спасибо, Светлана, что поддержали меня. Вот. Тогда получается так. Ой. Про черный рак пару слов. Значит, это гриб. Чуть не сказал грибковое заболевание. Это не заболевание. Значит, черный рак, это гриб. Название его, конечно, латинского. Я в жизни не запомню. Это обычно он поражает и не поражает. Да, опять говорю, не поражает он. Он просто селится на мёртвой тканях, деревьях. Обычно всю жизнь, десятки, сотни лет, это было вторая половина жизни дерева. Это 15, 20, 30 лет. Вот тогда дерево стареет, покрывается борщинами, трещинами, дуплами. И тогда туда попадают споры гриба и занимаются своей честной, благородной работой. Это их работа на всей планете. Не было бы грибов, которые мы ненавидим. Не было бы жизни. Это цепочка, непрерывная цепочка жизни. И бороться с ними нельзя. Поливать их нельзя, заливать нельзя. Это моё мировое открытие. Потому что миром правят сейчас торгаши, которые много продать вам. Ядохимикаты. И если настоящий чёрный рак, именно этот гриб, пусть себе и дальше живёт. Сколько положено, сколько проживёт. Может 3 года проживёт, может 30 лет. Вместе с чёрным раком. То, что сейчас помолодели, не болезни, нет. А смертельные случаи молодых деревьев. Для этого причин достаточно. Я вам целый список составил. Ну вот, что там пишет Владимир. Стоят привитые Татинковы от вас, но нет абрикоса. Ну мне это непонятно. Что такое стоят привитые. Ну и, к сожалению, я уже ответа от вас не жду. Не совсем понятное предложение. Я буду закругляться. Мне уже хватило. Сегодня я выложил всю душу. И ничуть не лучше, не хуже, чем 7 лет назад, когда начинал. Я всё говорю от души. Если что непонятно, пожалуйста, пишите. Говорите. Вы обещали на следующем вебинаре. Т.Т. Я на следующем вебинаре вам всё расскажу. Так, ну что, друзья. Опять вспоминаем. Косточки ждут вашего участия. Вот. Можете подождать месячишко и получить по двойной цене. Так что, я желаю вам это самое показать сейчас. Вот. Благодарю за внимание. Спокойной ночи, малыши. Субтитры сделал DimaTorzok